Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Итак, мы отметили с вами Новый год, встретили Рождество, и поэтому сегодня о втором таком замечательном и очень важном празднике у православных христиан, и не только у православных, а вообще у христиан. Правда, у нас два Рождества, и, может быть, об этом тоже частично мы поговорим. Сегодня мы пригласили в студию, чтобы поговорить об этом настоятеля Преображенского храма поселка Красково, священника Илью Семенову. Здравствуйте, отец Илья! Добрый день! Сразу же первый вопрос, чтобы от него отскакивать. Я постоянно, когда читаю про Рождество, очень часто миряне, люди воцерклённые и невоцерклённые, они интересуются, почему никак нельзя христианам договориться, чтобы как-то время совпадало. Очень тяжело всё время считать. Это когда-нибудь произойдёт, или это всё-таки принципиальная позиция? У них своё Рождество, у нас своё. Ну, понимаете, конечно, хорошо было бы всем жить в согласии, но есть различные исторические моменты, которые препятствовали этому, хотя попытки такого согласования они были. Если мы говорим о расхождении празднования, то католики празднуют 25-го, а православная, русская православная церковь празднует 7-го января. Но не только католики. Ещё и 11 поместных церквей православных тоже празднуют именно в этот день, 25-го. Перед Новым годом. Да, перед Новым годом. 25-го декабря. Почему такое произошло? Потому что изначально дело касалось именно календаря. В начале, в 46-м году Юлий Цезарь, благодаря усилиям его помощников, астрономов, предложил некий календарь, который стал называться Юлианский. Собственно говоря, это была попытка коррекции римского календаря, в котором было 355 дней. И, соответственно, там были отставания от астрологического календаря. И поэтому необходимо было уточнение. Такой календарь был создан. Юлианский. Да, 365 дней. И дело в том, что расчёты были не совсем правильные. 365 дней, там даже минимальное количество часов, если не учитывалось, то в течение 100 лет, а точнее 128 лет набегал один день. И, соответственно, по прошествии скольких-то лет Пасха стала передвигаться. И это было неудобно. Хотя этот календарь первое время был очень корректный и, в отличие от прошлых календарей, более точный. То есть, как бы сказали, сегодня ноу-хау такое. Да, в то время, да. Но, как я уже сказал, как бы эти погрешности накапливались. И в VI веке, уже при Папе Григории... Активный был Папа. Ну, да. Поменял, так сказать, всё. Вот. Он как бы предложил календарь уточнить. И вот был введён грегорианский календарь, который учитывал эти погрешности. Вот. Но надо сказать о том, что в XX веке подобного рода реформы они были проведены в православной церкви. Но был собор, было собрание поместных церквей, где был уточнён юлианский календарь. Сейчас, например, в Греции и в других поместных церквях православных, как я уже сказал, отмечают также в XXV, но не по грегорианскому, а по новоюлианскому календарю, который ещё точнее грегорианского. Ещё точнее. То есть там погрешность через 40 тысяч лет как бы возникает. Вот. Необходимость коррекции. Если в юлианском 128 лет, в грегорианском там 3333 года, как бы накоплено. Да. Но дело в том, что это был 1923 год, и не смогла русская православная церковь по определённым историческим причинам участвовать на этом соборе. Но патриарх Тихон попытался как бы ввести этот новый юлианский календарь. Он был указ. Но церковный народ не принял. Да. Стали возникать возмущения, недовольства, различные проблемы. И как бы этот указ был отозван. Да. И вот по сей день как бы мы пребываем в рамках грегорианского календаря. То есть я так понимаю, что, в общем-то, когда-то может дело дойти до того, что всё-таки будет какая-то идея. Я имею в виду не только связанная с 7 января, но и вообще, как бы, да, для уточнения календаря. Ну, как бы... Астрономического мы можем ещё не забываем, есть 366-й ещё день. И високосный год его почему-то считают... Но его как раз прибавляют. Дело в том, что это календаря, они построены так, что там какой-то год, каждый... Для коррекции. Да, для коррекции как раз этого календаря. Почему-то високосный год считают все не очень хорошим. Каким, собственно говоря, наверное... Ну, это предрассудок. Но 2020 год таким оказался. Ну, для кого... А он високосный. Для кого как. То есть вы не верите в это? Нет. Не верите. Хорошо. Итак, Рождество, 7 января. Как вы отмечали, как вы проводили службу, тем более вот в последнее время, мы внимательно следим, да, в связи с пандемией, что-то поменялось, и что-то пришлось отказаться, какие-то дополнительные меры были приведены. Или, в общем-то, всё проходило как обычно, традиционно? Ну, конечно, это один из двенадесятых праздников. Один из двенадцати праздников, которые отмечают наиболее важные торжественные события. И поэтому, конечно, праздновался этот праздник очень торжественно, широко и глубоко, что самое главное. Что касается внешнего обрамления, связанного с современными условиями, то, безусловно, в церкви придерживаются всех необходимых мер для того, чтобы обезопасить людей. Да, у нас есть определенные указы, священоначалия, которые основаны на определенных указаниях. Ну вот тут я сразу же хочу вставить, так сказать, 2020 год. Мы помним, как начиналась пандемия. Она, к сожалению, люди очень медленно начинают соображать иногда в связи с тем, что происходит. Удалось как-то людей переубедить, что на время нужно от этого отказаться, что нужно соблюдать дистанцию, что нужно правильно относиться к целованию икон и к другим обрядам. Удалось? Ну, что касается нашего прихода и нашего благочиния, то здесь как бы проблем нет. Понятно, что встречаются и у нас на приходе тоже единицы. Единицы, которые пытаются сопротивляться тем назиданиям, тем просьбам, которые исходят и от священоначалия, и от Роспотребнадзора. Да, от государства. Да, от государства. Но таких единицы. Люди все-таки, они, во-первых, сами понимают, потому что у многих это уже коснулось. Если в начале еще, может быть, кто-то сомневался, где-то это было далеко, где-то это было понаслышке, может быть, в телевизоре, то после прошествия 2020 года все почувствовали это, если уж не конкретно в своей семье, в своей квартире, то, по крайней мере, в своей семье более широкого смысла. То есть дальний круг, скажем. Да, дальний круг семейный, кто-то переболел. Поэтому люди понимают, что действительно этот вирус существует, и что, конечно, нужно хотя бы ради того, чтобы уберечь других, нужно подчиняться каким-то мерам. И более того, что касается церкви, то здесь, мне кажется, вот эта подчиненность, например, ношение маски, там какой-то при входе в храм дезинфекция рук, у нас стоят вот эти дезинфикаторы, или как их называют, это все проявление любви к другим. То есть если ты сам даже сомневаешься в какой-то мере, то ты из уважения, из любви к другому человеку, к пожилым, которые тоже ходят в церковь, конечно, как бы, ну, немножко сковываешь свои движения, свое дыхание маской, но ничего, это, мне кажется, нормально. Ну и потом мы надеемся, что рано или поздно это пройдет, что человечество знает об этом. И вот тут еще один, у нас такая первая часть получается, как мы не хотим, праздничный день все равно вспоминаем о грустном, но такой был 2020 год. Тем не менее, с церковной точки зрения, вот появление вирусов, да, ну мы знаем, испанка, чума, да, огромное количество всевозможных хворей нападало на человечество. Вот как-то дана уже оценка коронавирусу, я имею в виду нашей православной церковью, это нам за что-то, так сказать, прилетело, в наказание, или это вот просто какая-то временная, как вы говорите, ограничение свободы для человека? Ну, понимаете, как бы здесь понятно, что какой-то однозначный вывод делать было бы неуместно, поскольку действительно ситуация очень такая объемная, действительно это коснулось всего мира. С одной стороны, любое событие, которое каким-то образом негативно касается человека, оно не может просто восприниматься исключительно как наказание Божие, потому что Господь, Он не просто наказывает. Любое некое событие – это назидание, это некая попытка заставить человека очнуться, проснуться, выйти из состояния какого-то забвения, может быть, переоценить те ценности, которые существуют. И наиболее серьезной встряской всегда для человека является то, когда он экзистенциально встает перед лицом смерти. Ну, и как бы второе, более мягкое – перед лицом болезни. Вирус в данном случае – это и то, и другое. Это и болезнь, и смерть. И, конечно, это очень серьезное такое обращение внимания на жизнь, потому что встав перед лицом смерти и болезни, обращаешь внимание не только на это, а главное-то что? Главное, оттолкнувшись от этого, перенести внимание на собственную жизнь. И посмотреть, она-то в какой мере соответствует действительно жизни человека. Поэтому, мне кажется, что если и говорить о каком-то промысле Божьем, о каком-то попущении Божьем в этом смысле, а понятно, что все попущение Божие, воля Божия, она присутствует, везде Господь, как бы, Он, ну, сказывает свою волю на мире. Поэтому, если уж так подходить, то, вот, как я сказал, мне кажется, достаточно логично воспринять это именно как некое назидание. То есть такая божественная перестройка небольшая, что нужно вернуться к каким-то другим, может быть, ценностям. Ну, да, конечно. Мы же знаем, что история, вообще, человечество, она вся сплошная, как бы, из разных событий, которые заставляют время от времени человека, как бы, спохватиться в том или ином регионе. Иногда бывает, что глобально, как в мировых войнах. Вот. Но в данном случае это что-то такое, ну, как бы, не совсем даже обычное, несмотря на то, что, как вы правильно сказали, была и спанка, была и чума, были и холера. Вот. Но в данном случае в связи, опять-таки, с изменением мира информационным отражение, как бы, проявленность этой болезни, она, ну, не соизмерима вообще ни с какими другими болезнями. То есть, как бы, мир весь почувствовал это. В любом уголке, как бы, об этом знают. Но это было в 2020 году, а во второй части мы поговорим уже о празднике, потому что 2021 год наступил. И, конечно же, еще раз напомним вам, что такое Рождество, какие события церковные последуют после Рождества, крещенские морозы и так далее. У нас в студии отец Илья, который является настоятелем Пребраженского храма поселка Красково, священник Илья Семенов. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». 2021 год наступил. В первой части немножко все-таки поговорили о грустном, потому что, ну, невозможно 2020 год вспомнить, не упомянув о коронавирусе. Тем не менее, жизнь продолжается, и мы надеемся на то, что 2021 год, конечно же, будет гораздо лучше. Как, в общем-то, мы надеемся, наверное, в каждые новогодние праздники. Но помимо Нового года у нас с вами только что отмечено было Рождество. И вот сегодня у нас в студии настоятели Пребраженского храма поселка Красково священник Илья Семенов. И я хотел бы уточнить у него. Все-таки понятно, что Рождество – это один из таких важных праздников, но какой основной смысл для церкви, и почему вот он таким является, ну, скажем так, не просто праздничным, а праздником, когда даже люди не воцерквенные, но в курсе, да, что существует такой праздник, они вот как-то вспоминают о своих родных, о близких, хочется какого-то тепла, общения. И, опять же, если не говорить, да, о вот инфекционной составляющей, то в прошлые годы храмы переполнены людьми, куда приходят даже те, кто службы посещает редко или вообще не посещает, да, два праздника – Пасха и Рождество. В чем таинство этого события? Ну, таинство, конечно, в том, что в этот праздник, как, точнее, в этом событии, которое стало праздником, сам Бог воплотился в человека. Вот это, пожалуй, самое краткое определение. И, конечно, эта воплощенность Бога в человека, она дала возможность человеку соединиться с Богом. Бог соединяется с человеком, давая возможность человеку воссоединиться с Богом. Эта связь, она была разорвана, повреждена. В раю Адам совершает грех, грех непослушания, и после этого, конечно, череда печальных событий, отделяющая человека от Бога. Вот Господь, Он приходит и восстанавливает эту связь. И, конечно, это удивительное событие. Оно удивительное по замыслу. Как может Бог воплотиться? Как Он может стать человеком? Как божественное может соединиться с человеческим? Как вечное с временным? Вот это и происходит. Происходит тоже чудесным образом. Но все мы знаем эти детали. Рождение, смиренное рождение в хлеву. Это устроено именно смиренно. Поэтому, прежде всего, конечно, это воплощение Бога. А вот существует опасность, когда человек некий, абстрактный, и это можно по-разному интерпретировать, когда человек немножечко думает, что он уже практически стал Богом. Да, тут можно вспомнить секты и всевозможные совершенно невероятные события, когда люди, поверив, отказавшись от своих традиционных верований, вдруг идут за какими-то людьми, которые для нас со стороны кажутся чем-то нереальным. И идут, знаете, как послушное какое-то стадо за пастухом. То есть психология человеческая иногда, наверное, требует какого-то такого лидера. И люди отворачиваются от Бога, ну, для людей воцерковленных от истинного Бога, и ищут себе какого-то нового. Ну, конечно, нет. Ну, понятно, что человек ищет, ищет, хочет развития, ему нужно куда-то двигаться. Но порой бывает, что этот поиск как бы заводит его не туда. Бывает, что он истину не видит и принимает ложь за истину. Желание первоначальное очень хорошее. Конечно, развиваться, двигаться. Масса сект оккультных на этом построена. Человек как бы хочет, его не удовлетворяет окружающая действительность. Он видит, что это серость и какая-то деградация. Он хочет как-то. И тут вдруг как бы появляется некий лидер, который сам, пребывая в заблуждении, возможно, в сознательном, возможно, может быть, и не специально, может быть, психически поврежденный. Но с определенными талантами, понятно, что определенная харизма должна быть для этого. Такой лидер как бы может увлечь человека не туда. И, конечно, это пагубно и для самого этого лидера, и для тех, кто идет за ним. Вы сами упомянули дьявола как падшего ангела. А вот дьявол, если предположить себе некую реальность его существования, это я сейчас говорю со всех позиций, и с атеистических, и с религиозных, он дан в качестве баланса для нашей жизни, что он как бы провоцирует нас на какие-то не очень хорошие поступки. Вот убери, казалось бы, Господь Бог, убери дьявола, и все, и будем мы все чистые и пушистые. А вот все-таки он есть. Нет, ну, как бы понятно, что тут не изначальный замысел Бога создать дьявола или попустить как бы ему быть, для того, чтобы сохранять какой-то баланс, или представить мир в качестве белого и черного, и переходных, как бы, градаций между ними. Дело в том, что дьявол, он стал таковым по собственной свободной воле. Другое дело, что эта свободная воля была дана Богом. Но изначального замысла ко злу Бог, конечно, не имеет. А дьявол творит зло. Зло как разрушение благого замысла Божьего. То есть дьявол – это повреждение, во-первых, ангельской природы, ангельской воли, и затем увлечение туда всего остального. То есть Бог не замышлял это. Другое дело, что после того, то есть исходя уже из той ситуации, которая есть, конечно, очень часто бывает так, что разные злые, дьявольские, бесовские и человеческие дела, конечно, направляются Богом во благо. То есть происходит какая-то такая определенная коррекция, и порой злая воля конкретных индивидуумов, она в итоге как бы выливается в благо. Вот Господь это сделать может и это делает. Мы надеемся, что в этом году мы вместе, все вместе будем более совершенными или совершенствоваться. Постараемся восстановиться хотя бы. Что нас ждет в иерархии, что ли, церковных праздников, событий, вот в ближайшие дни, в ближайшие месяцы? Ну, после Рождества у нас идут святки. Святки – это особенные дни, которые продолжаются до крещения Господня. Это дни присутствия особого такого, присутствия благодати Божией. То есть праздник как бы он продолжается. Ну, в эти дни люди ходят друг к другу в гости, поздравляют, стараются быть вместе, как бы делиться этой радостью друг с другом. Вот это у нас как бы ближайшая перспектива. Святочная неделя, да. Ну, соответственно, это сопровождается различными детскими праздниками, елками, детей много что радует. А потом идет это все к крещению, к крещенским событиям. Крещение, крещенские события. Крещение как особое, конечно, такое событие, связанное с Богоявлением, когда являются и Отец, и Сын, и Дух Святой. Глаз Бога Отца, Дух Святой в виде голубя, и Сын Божий, Иисус Христос, сходящий в реку Иордан и принимающий крещение от руки величайшего из пророков Иоанна Крестителя. Ну, и вот тут, наверное, нужно напомнить, что просто так лезть в прорубь не нужно, что нужно с каким-то смыслом это делать для человека, потому что у нас в последнее время вот все любят, ну, не все, очень много людей опускаются в прорубь, просто потому что вот есть прорубь, надо в нее опуститься. С каким чувством этот человек должен делать? Ну, с религиозным чувством. То есть понятно, что здесь символ некого очищения, как бы мы вспоминаем ту благодать крещения, когда мы опускаемся в Ордань во время крещения, в этот праздник, то это должно нам напомнить о том таинстве, которое мы принимали как христиане, таинстве, которая смывает с нас грехи и открывает для нас возможность ну, чистой, безгрешной жизни с Богом, которая, к сожалению, не всегда удается. Поэтому вот такое прикосновение физическое освещенного вещества, потому что Ордань – это не просто холодная вода, над которой, или рядом с которой стоит батюшка, и вокруг которой люди, желающие туда окунуться. А вода, в которую окунаются, действительно освещенная. То есть это величайшая святыня – агиасма. Помимо такого напоминания о крещении, конечно, она сама оказывает благотворное воздействие на человека, но понятно, что человек – это единое существо, душа и тело. И без задействования души, то есть без молитвы, без обращения к Богу, просто залезть в прорубь – ну, мало полезно. Ну да, это будет такое моржевание. Боржевание называется, да. То есть все нужно делать со смыслом. Ну что, будем завершать. У вас есть прекрасная возможность обратиться ко всем нашим телезрителям, которые встретили Новый год, которые отметили Рождество. Впереди у нас еще Старый Новый год, тоже такой забавно. Кстати, тоже связанный с календарем праздник. Ну и, конечно же, мы надеемся на то, что впереди нас ждет хороший, улучшенная версия 2020 года – 2021 год. Что бы вы сказали, телезрителям? Ну, я бы пожелал всем действительно, чтобы 2021 год, он стал для нас с вами годом изменения. И поводом к этому, конечно, для нас с вами внешние события, тот коронавирус, о котором мы сегодня говорили, чтобы мы с вами изменялись, изменялись. Изменялись внутренне, прежде всего. Изменялись по отношению друг к другу. Не надо каких-то особо возвышенных слов или особо каких-то ожидать событий. Мы друг с другом рядом. Мы в кругу семьи. Тем более, это святочные дни, когда, как мы уже сказали, нужно ходить друг к другу в гости. Все льнут к друг другу. И поэтому именно храмы наполнены прихожанами и теми, кто просто, может быть, один раз или два раза в год заходит в эти храмы. То есть нужно осмотреться, нужно посмотреть, что рядом с нами действительно те, ради которых Господь пришел, воплотился, и для которых Он дал величайшую возможность спасения. Но это спасение, оно без любви невозможно. Поэтому хочется пожелать в эти дни рождественские, конечно же, всматриваясь в это событие, всматриваясь в жизнь Христа, которая преисполнена любовью, пожелать всем любви. Любите друг друга. Спаси всех, Господи. Настоятель Преображенского храма поселка Красково, священник Илья Семенов, который был сегодня гостем нашей программы. Я думаю, что практически все готовы присоединиться к вашим поздравлениям, потому что действительно любовь – это, наверное, то, что для любого нормального человека является основным. Будем надеяться на то, что все то, что вы нам пожелали, сбудется, а мы рассчитываем на то, что действительно 2021 год окажется для нас годом прорыва, как у нас еще любят говорить. С вами был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог» с Новым годом, с Рождеством и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин